Одеваем вот куртка, свитер, еще кофту. На обычные занятия в садике сбор как на уличные игры. В одних колготках в садик в деревне Мемдель вход воспрещен. Средняя температура в помещениях 13 градусов, в два раза ниже, чем по нормативам. Холод пришел еще на прошлой неделе. С 22-го уже, все, с утренника уже. В куртке ходят, в сапогах, в шапке ходят мои дети. Вот здесь холодно. Здесь не работаете, равно даже не показывают. Экран закрыт, все равно уже не работали. В понедельник один из двух котлов перестал работать. Неисправность определили накануне. Вода поступает внутрь котла, а оттуда, значит, циркуляции нет. С одним котлом во всем здании батареи работают лишь наполовину. В школе, где помещение арендует детский сад, 23 года. Именно столько не было и капремонта. Температуру дополнительно понижают и щели в окнах. Температура в спальной комнате не поднимается выше 16 градусов. И это еще, говорят, более-менее тепло за счет одеял, которыми накрывают окна, а под ним еще и слой полиэтилена. Тем не менее, спать здесь точно невозможно, особенно вот на таких вот железных кроватях, на которых еще и всего лишь один слой матраса. У нас дети никогда в шортиках не ходят. Всегда колготки, штаны теплые, теплые уфты. В самой школе учится больше 80 детей. Сейчас они на каникулах. В школу ходят лишь те, кто записался на лагерь. На ногах у нас потенки, то, что мы на улице одеваем. И потом шапки, если очень холодно, даже валюшки одеваем. Управление районного образования заверило, что будет отремонтирован котел. Ситуация с окнами гораздо туманнее. По окнам какие-то сроки я здесь оставить не буду. Это бюджетная организация. Деньги будем просить бюджета. Санпин нам прописал все это, как бы предписание, что окна надо заменить. Это я все показывала. Но мне как объяснили, что нашу школу только 94-го года открытие. И нам надо, чтобы попасть в эту программу, надо, чтобы будет 30 лет. Котел должен закипеть. Завтра об этом говорят уверенно. Не исключено, что в 2018-м педагогам придется искать одеяло и для ока. Альбина Менебаева, Ренат Сафин, ТНВ, Высокогорский район.